Три стороны вариантов надо записывать, видимо, только на компьютерах. Хорошо, что есть, то есть. Добрый всем вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков по книге Равкука Уротачева. У нас 14-я глава, и мы добрались до 35-го отрывка. Давайте посмотрим. Нет, 35-й отрывок, да. Попробуем. Значит так, посмотрим, что мы сегодня успеем. Перевода у нас сегодня нет, поэтому будем учить. Будем переводить по ходу. Это, конечно, хуже. Я очень рад всех видеть. Значит, давайте всегда начнем. А, секундочку, я не бросил вам документы. Давайте я бросил документы. Как мы сказали, мы 14-я глава, 35-й абзац. Мы имеем одно предложение. Значит, давайте его почитаем. А, секундочку, я не бросил. А, секундочку, я не бросил. А, секундочку, я не бросил. А, секундочку. А, секундочку, я не бросил. Ясные стремления разума поднимают человека над узким пространством дел, то есть над узким пространством реализации. Мы здесь говорим про стремление разума с одной стороны и практические дела с другой стороны. А стремление разума, которые они ясные, они приподнимают человека над узким местом его практических дел, практических решений. Окей. Они стоят крепко, они подстегивают человека исправить его деяния на будущем. И распрямляют перед ним дорогу жизни. Вот я опять ошибся, это у нас уже второе предложение, сейчас у нас будет 30. Однако они также действуют на то, чтобы разобрать, проложить дорогу Чувы так же на прошлое. Потому что неисправленные, испорченные деяния, они не работают, они не препятствуют. Пути жизни человека из-за того, что он понимает, что он постигает, насколько свет познания, которое готовит и устанавливает и пролагает дорогу для Чувы, оно вырывает все корни зла изначально и превращает и возвращает их в добро. И таким образом наши грехи превращаются в заслуги. Итак, если кому-то будет мешать мой кондиционер, скажите. Первое предисловие. Я не до конца хорошо сам понимаю, что-то привык. Так что прошу прощения. Второе. Тем не менее, давайте попытаемся разобрать. Что я понимаю, в общем. Прав. Пытается разобраться с проблемой, с нашей серьезной проблемой Чувы. Что мы говорим, что Чувана исправляет не только вперед и не только сегодня, а также назад. Не шагу назад, не шагу на месте, а только вперед, только все вместе. Так вот, вперед. Мы понимаем. Мы сделали Чуву, мы прекратили сделать гадости в будущем. Мы попытались чего-то исправить настоящим. Установили. Хорошо. А вот идея о том, что мы исправляем прошлое, она слабая такая. Идея нам, ее сложно. И мне, и в общем-то. Эта идея, она сложнее. Она не идет просто так. Разбитый кувшин нельзя его как-то... Как вы говорите, фарш нельзя привернуть обратно. Кто-то сломал, кто-то сломал. Мы говорим, нет, можно. Вот если можно, раб нам сейчас пытается как-то приблизить нам. Это можно. Как же можно? Давайте посмотрим, кто раз говорит. Но еще раз. Я понимаю, никто не до конца. Итак, это то, что мне кажется, основная идея этого ответа. Каким образом мы можем исправить прошлое с помощью цвета разума, с помощью стремлений разума. Давайте посмотрим еще раз. Ясные стремления разума поднимают человека над ограниченной областью его действий. То есть это какой-то духовный мир, я знаю, что это более высокое что-то, разум. И тогда, когда они хорошо обоснованы, то есть это не должны быть какие-то, видимо, просто... Не должно быть... Не достаточно, чтобы это было просто воображение. Человек себе мечтает какие-то мечты. Это должны быть стремления разума серьезные. Это как бы вот когда мы занимаемся духовными делами, это должно быть не меньше серьезно, чем какие-то подготовка к реальным делам, которые мы делаем. То есть они должны быть хорошей подготовкой. Тогда они нас подстегивают сделать шугу над реальными вещами, нашими делами на будущее и выпрямляют путь нашей жизни настоящее. С этим, более-менее, все понятно. Поэтому следующие предложения начинаются со мной, одна. Да, то есть недостаточно того, что эти вот стремления разума, они нам выпрямляют дорогу на сегодня и получают, подстегивают нас сделать шугу на будущее, они также нам помогают исправить прошлое. Давайте посмотрим, каким образом. Однако они работают так же. Выпрямить путь шувы на прошлое. Я не знаю, это правильно или нет. Я хочу представить вам некоторое предположение, о чем я говорю. Я абсолютно не уверен в собственной правоте. У нас может быть такая вещь. Право утверждает, что неверные наши действия, они не работают преградой, это не преграда перед нашим путем жизни. Вот я бы хотел забрать противоположное предположение. Очень часто случается, что мы без чуы нашим именно воображением, наши прошлые нехорошие дела, они, да, работают нам преградой перед нашим путем жизни. И что-то, что произошло в прошлом, то я сделал какую-то гадость в прошлом, нехорошие какие-то вещи, они мне очень часто, да, работают плотиной, преградой в моей будущей жизни. Я хотел какую-то серьезную гадость. Мой взгляд на себя может измениться. Я могу себя считать гадом, нехорошим человеком, недостойным человеком и так далее. Это очень сильно меня может останавливать при движении вперед. Или вообще по жизни. Я, то есть, как бы, мы говорили, иногда вот эта вот ноша греха, она слишком большая. И она может человека раздавить. Человек берет полную ответственность за то, что он сделал, за то, что ему виноват полностью или частично. И есть серьезные вещи. Это слишком высокая ноша. А то, что интересно, первое, право говоря, смысл остановить. нам нужно исправить. Сделать шву на будущее на настоящее и исправить простое. Все верно. Тем не менее, тем не менее, если я правильно понял, как раз пишет, реальные действия, которые сделаны, неправильные в прошлом, они не загораживают нам дорогу в жизни. Они не должны загораживать. Там нужно сделать шву, но это не должно быть что-то, что меня расплющивает, что какой-то неподъемный вес. нужно отработать и проработать. Это не должно быть что-то, что не даст мне продвигаться по жизни вперед. Теперь давайте смотреть, что происходит. почему плохие дела прошлого не работают заслоном перед путем жизни нам дальше из-за того, что человек четко понимает, насколько свет правила готовит и основывает чугу, которое готовит и основывает чугу, он вырывает все корни зла изначально и превращает их в добро. и поэтому грехи превращаются в заслужения. Есть та же самая, как вы сказали, сложная вещь, каким образом чуа исправляет прошлое. Еще одна сложная вещь в чуе. У нас есть высшая форма чуы, называется чуа из любви, которая превращает в перегрешение в заслуги. Как это? Может грешить больше, тогда будет заслуг больше. Что это? Все такое. Опять-таки мистика это непонятно. Как говорить, здесь нужно хорошо поработать головой. Четко понять, что когда я делаю правильную чулу, опять-таки не из страха, а понимая, что я делаю что-то неверное и так не должно быть из любви, то можно объяснить, что допустим, что меня к этому привело? Грех. В общем-то более близости к Богу, близости к Всевышнему. Таким образом мы скажем немножко другое что-лим. Действительно, если смотреть глубоким взглядом разума, то мы в какой-то момент поймем, то есть какая-то возможность вырвать корень зла и перенести его в добро. Не до конца понимал сам. Но есть такое. давайте приведем пример. Пример из другого возьмем биологию мою любимую теорию эволюции. Возьмем мою любимую теорию эволюции. оказывается, что без вирусов жизнь развивается гораздо хуже. Без формы жизни, которая паразитирует, без паразитов, без паразитов жизнь развивается позже, а в присутствии паразитов у нас есть гораздо больше разнообразия жизни, и жизнь более сильно быстрее развивается. Казалось бы, паразиты это плохая вещь. Когда мы думаем, что керточная культура что-то, что-то, самое же первое, что приходит в мысли. Давайте объединяться и вместе работать. И всем будет лучше. Что препятствует нам первым делом в эволюции объединения, кооперации. Я тебе буду давать что-то, ты мне будешь давать что-то, и я буду специалистом в этом, ты будешь специалистом в том, и всем будет хорошо. Почему это не получается? Есть принципиальная вещь, которая помешает. Какая? Очень простая. В тот момент, когда у нас есть, а, мы это проходили, социализм. общий котел, который все сбрасываются и все берут, сразу возникает желание не давать, давать поменьше, а брать побольше. И это сразу сильно мешает очень реальной сильной кооперации. Поэтому сообщества, которые хотят кооперироваться, им нужно первым делом начать выявлять тунеядцев и эффективно их отстреливать. Нет тунеядцев вот этих паразитов, которые хотят получать, но не давать. Симбионство нормально. Соответственно, мы сказали, паразитизм это очень плохо. С другой стороны, мы видим, что паразитизм нам хорошо продвигает жизнь. Понятно, что жизнь она борется с паразитами. без этой борьбы она не может хорошо развиваться. Тем не менее, в присутствии паразитов жизнь она гораздо более богатая и совершенна. Мы взяли зло и силой мысли выдернули его изначально корня и добавили так добро. Понятно, что это еще не нужно прекращать бороться с паразитами, потому что то, что делает жизнь богаче, это именно борьба с паразитами. Потому что в тот момент, когда жизнь она преклоняется перед паразитами, она захатывается. Это пример. Как мы можем себе представить то мыслью мы можем выкорчевать плохое действие и добавить его в корень в хорошее место. Соответственно, для каких-то реальных плохих дел, возвращаясь к нам, нам недостаточно мыслей, нам нужно делать, нужно сделать шуму, как положено, принять на будущее, исправить настоящее, что можно, раскаяться, нам нужно хорота, нам нужно понять, что мы сделали плохие вещи, нам нужно понять, как нам не делать это в будущем, нам нужно исправиться, что можем, то, что было сделано, и после этого стоит, видимо, еще раз пройтись мыслью как можно глубокой, а как это меня теперь в конце концов продвинуло. и весь мир тоже. После этого я уже могу сказать, а что в этом было хорошее. Еще раз, я не до конца уверен в собственном объяснении, немножко сложная тема, даже сразу две, о том, как работает у нас чува исправлять прошлое, и о том, как у нас прегрещания превращаются в заслуги. Но это то, что есть. На этом мы остановимся, потому что я хочу еще два маленьких отрывка успеть, они очень сладкие, и я, как всегда, хочу дать вам возможность высказаться по поводу того, что мы изучили в Дусе. Пожалуйста. Если нет желающих, давайте тогда выучим то, что мы еще успеем, и уже в конце подведем это. Я очень люблю, очень люблю, даже два, нехорошие. в Дусе. Вишуэх литгэшмута мааси. Вастухаль чувато ляривато лимала. Адмидат цедакей мгмори им были мало мизу. Когда человек хочет быть абсолютным праведником, ему тяжело быть большим, делать шум. Поэтому стоит человеку обратить внимание своего сердца на то, на стремление быть большим, делать шум, быть погруженным в идею шума и стремиться к ее реализации на деле. И тогда сможет его поднять на такую высоту до уровня высшего абсолютного праведника. И выше этого. И выше этого. Давайте прочитаем еще один отрывок. У нас просто через 10 минут заканчивается. У меня только на 40 минут или на 45 мой зум. Давайте прочитаем следующий отрывок, то потом я хависнюю омар. Вае тשובа мухарфа лекет בדרכи малийоним, ворохот хасидут и махшеба кедошам. То есть, не льет большого делает буквально господин он обязан идти высшими тропами, высшими путями путями праведников хасидут и святой мысли поэтому также есть такие люди, которые рождаются с таким естеством быть праведниками изначально и они также даже если они случайно где-то согрешат и сделают шву они после того, как сделают шву могут продолжать свою жизнь по пути праведник изначально не не в усилении постоянно святости и которая видна и которая которая постоянно видна однако те у которых их естество это души такие которым всегда нужна чувак они называются хасиде и люди святости мы видим из-за два пути путь праведника даже абсолютного праведника или праведника изначального и человек называется большого большого обратите внимание где в этих двух отрывках он не связан напрямую с чего это душевный настрой на постоянный рост на постоянное изменение на постоянное исправление и улучшение это два пути два разных пути два две разные естества для возможности если хотите две группы душ одна которая праведники вторая которая болит мы видим здесь шрам намекает и предлагает нам ступить на дорогу болеть шума а не на дорогу абсолютных или изначальных праведников когда человек хочет быть именно абсолютным праведником ему тяжело быть большим или или не совсем или но это есть тяжесть если быть праведником постоянно это одно это один путь второй путь не бояться упасть но постоянно стремиться на это я могу сказать секундочку я здесь степу высеку я здесь риск и возможность что-то выиграть я могу измениться я могу вступить на новую дорогу я могу улучшиться я могу улучшить весь мир однако это может быть опасно для меня и эти нужно это хорошо говорит меня интересует хорошая дорога проверенная четко там где я не упаду меня интересует дорога где есть опасности но там я могу лучше больше серьезнее подняться это два пути два пути служения всевышленной значит так если человек хочет быть именно абсолютно праведником ему сложно быть поэтому стоит человеку постоянно держать в своем сердце движение к чуве может быть резко наш урок закончится когда закончится время а может быть и нет мы видим раф советуют нам всем таки что путь пальчева он предпочтительный раф советует его придерживаться то что стремление быть абсолютным праведником этого мешает нам быть пальчева это уже видимо не очень хорошо быть погруженным постоянно в идею чувы и стремиться к ее реализации в мире и тогда и вот чува может его поднять не только на уровень индивидуального праведника но и выше этого это первый отрывок второй отрывок большого нашего хозяин чужой он должен идти высшими дорогами это у нас заголовок дорогами хатиду и высшей святой мысли да а у нас есть люди у которых у них естество это быть изначальными праведниками раньше у нас были абсолютные праведники изначальные праведники я настолько понимаю это более-менее то же самое и у них даже если не согрешили у них все та самая дорога быть изначальными праведниками они делают шву как-то типоксом замазывают свой грех и идут дальше быть прямым праведником как положили но чего им не хватает им не хватает постоянного увеличения горения огня святости постоянного желания продвижения однако те у которых естество у них такие души что им постоянно нужна шува они называются хасидеем и они называются святыми людьми у нас видимо еще осталось пару минут поэтому если кто-то хочет завершить наш урок сказать по поводу последних двух отрывков это будет очень хорошо если нет то тоже будет хорошо здорово Натан добрый день эти отрывки очень ну по крайней мере у меня отозвались в том плане что здесь идет сравнение перфекциониста который сразу хочет стать праведником но тем и сложнее что он ну значит у него нет права на ошибку или все или ничего у него очень высокая планка а у болей шва есть такая наверное очень хорошая правильная возможность ошибаться и потихонечку потихонечку с правом на ошибку искать и находить дорогу к росту это абсолютно верно но мне кажется здесь еще принципиальная страница более глубокая человек у которого вот так даже он я не знаю можно объяснить это вот направление души человек который берет какие-то риски но он постоянно в движении в изменении и это может быть опасно человек который он четкий он спокойный он уверенный идет только по проторенной дороге и он не грешит но я подумал сейчас если такой человек который совсем может быть может быть он он